С 10 по 21 апреля каждый желающий может пройти онлайн-зачет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности. Выпускники 11-й школы уже узнали свои результаты, и они довольно хорошие, так как у ребят есть специальный предмет, который обеспечивает их необходимыми знаниями. В принципе, тест был несложный, потому что мы это все проходили на уроках экономики. У нас очень хороший учитель. И, в принципе, вопросы были неплохие, и сложности были только с ОСАГО, потому что мы не успели это еще пройти. Как ты думаешь, такие уроки, как они тебе помогут в дальнейшем в твоей жизни, уже взрослые, осознанные? Ну, мне кажется, очень помогут, потому что каждый человек сталкивается с этим в повседневной жизни. Тоже брать кредиты и выплачивать потом, я думаю, это очень поможет в дальнейшей жизни. Сложная финансовая терминология не пугает ребят, ведь им все доступно объясняется. Мы уже на протяжении двух лет изучаем экономику, и у нас нет особых таких затруднений в этом. Педагог довольно доходчиво все это объясняет. И на каких-то примерах, возможно, из жизни. Какие-то фильмы, не знаю, то, что показывали по телевизору. Каждый желающий в режиме онлайн может проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить определенные пробелы знаний по вопросам, которые вызвали затруднения. Данную возможность представляет Всероссийский зачет финансовой грамотности, который организован агентством стратегических инициатив совместно с Центральным банком и Министерством финансов Российской Федерации. Финансовый зачет будет проводиться в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, которая в Забайкальском крае стартовала с 9 апреля. Для того, чтобы стать участником финансового зачета, необходимо авторизироваться на сайте финзачет.ру и пройти онлайн-тестирование по 30 вопросам. Каждый участник, который правильно ответит на 24 и более вопросов, получит на адрес электронной почты персональный сертификат об успешном прохождении тестирования. Чтобы убедиться в грамотности жителей нашего города, досъемочная группа ЗАП-ТВ провела свой финансовый опрос. Знаете ли вы, что такое инфляция? Отдаленно знаю, что это, соответственно, понижение курса рубля в соотношении к другим валютам. На что можно потратить средства материнского капитала? На приобретение квартиры, на образование будущего ребенка. Как вы думаете, в какой срок по закону можно вернуть страховку? Страховку по кредитам вы имеете в виду? Ну, думаю, не позднее двух недель. Кто влияет на объем денег в обращении, реализуя денежно-кредитную политику государства? Центральные банки, я так полагаю. С какой периодичностью коллекторские агентства могут беспокоить своего должника? А я думаю, их вообще надо убрать, чтобы их вообще не было. Люди знают, если кто-то должен, значит, они будут выплачивать. А не так, что беспредел, какой они устраивают. С какой периодичностью коллекторские агентства могут вас беспокоить? Ну, звоните вам, например. Если я не плачу. В какой срок по закону можно вернуть страховку? Ой, я не знаю даже. Кто влияет на объем денег в обращении, реализуя денежно-кредитную политику государства? То есть, кто у нас всеми этими вопросами заведует в государстве в России? Ох, кажется, я этого тоже не знаю. Как показал наш опрос, есть те люди, кто на пять с плюсом подкован в вопросах финансов. А некоторым, конечно, стоит подтянуть свои знания. Именно для этого и придумали Всероссийский финансовый зачет. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.